Приветствую вас. С точки зрения, вообще, скажем так, техники, с точки зрения, вот, именно, поведения, прямо говоря, да, это не так сложно, на самом деле. Вот, то есть, не сложно, не сложно это всё довольно таки себе расписать, потому что, ну, не так сложно мне представляться, например, не такой сложно мне представляться, например, ситуация, где вы, к примеру, формируете у себя, ну, что-то вроде такого, знаете, мужского идея, да, то есть, ну, что такое, что для меня идеал, что такое для меня, вот, идеальный мужчина, к примеру, вот. И дальше, как бы, уже, ну, в этом направлении двигаетесь, то есть, ну, в том смысле, да, что дальше вы к этому, как бы, ну, идёте, идёте, ну, вот. То есть, мне не кажется, не кажется, именно это, чем-то флот, на самом деле, вот. А, как мне, кажется, проблема в другом, а именно в том, во-первых, кого считать достойным, то есть, что такое, ну, что такое вообще достойный мужчина, это какой-то, да, вот, и, собственно, а почему это достойный мужчина, там, грубо говоря, должен быть с вами, ну, допустим, вот, как вариант. То есть, это всё, в общем и целом, довольно важный момент, вот. То есть, там, ну, вот какой-то мужчина, да, какой-то, какой-то мужчина, вот, и какого-то мужчину, мужчину, какого-то мужчину, мужчину, вы считаете достойным, например, например, вот. Вот, но почему этот достойный мужчина должен быть с вами, вот, ведь для этого уже нужно что-то сделать, вот. И, соответственно, здесь ситуация, как бы, начинает разворачиваться в сторону того, какая вы. То есть, я достойный, я достойный, достойный себя веду, вот. А что такое для меня, грубо говоря, ну, быть достойным, достойным, что это такое? Как это для меня быть достойным? Что я понимаю по тем, чтобы быть достойным? Достойным. Это очень важно. То есть, очень важно на это себе ответить. и, соответственно, если и когда, если и когда вы ведёте себя, если и когда вы ведёте себя, естественно, да, достойно, да, вот, ну, там, допустим, не знаю, с вашей точки зрения, вот, то, соответственно, вы получаете, получаете определенную обратную связь. Вы получаете, вот, как раз, то, что можно назвать обратной связью. И, насколько вы ведёте себя достойно, настолько и мужчины, которые вам, грубо говоря, встречаются, которые, с которыми вы, там, грубо говоря, взаимодействуете, вот, настолько эти мужчины, собственно, и, является достойным. То есть, достоинство, достоинство человека определяется тем, насколько, по вашему мнению, так, к примеру, достойно ведёте себя. Здесь всё, как видите, одновременно просто, и в то же время, наверное, не очень. Одновременно просто, и в то же время, наверное, не легко. И, соответственно, чтобы, как вы говорите, нужно разобраться в себе. А как веду себя я? А что делаю я? Я выбираю модели поведения, модели взаимодействия с мужчинами и так далее. Как я, условно говоря, себя проявляю. А вот, собственно, то, что мне кажется. Ну, следующим важным моментом, на мой взгляд, по моему мнению, является следующее. Это то, зачем вам притягивать, как вы говорите, достойного мужчин. Для чего вам это? Вот зачем вам его притягивать? То есть, почему, грубо говоря, вы таком нуждаетесь, что вам необходимо притянуть именно достойного мужчину? Чего вам не хватает? Это тоже очень важный момент. Почему? Если вы не осознаёте, чего вам не хватает, то вы не можете об этом заявить. Если вы не осознаёте, что вам нужно, то вы не можете об этом попросить. Если вы хотите одного, а там, условно говоря, ведёте себя так, как будто бы на самом деле вынуждаетесь в чём-то другом, то, ну, наверное, в таком случае получаться у вас будет, мягко говоря, не очень хорошо. Потому что вы будете, на мой взгляд, вы будете сами, вероятно, себя обмануть. Потому что, ну, на самом деле, хочется одного, да, по факту, да, ведут себя так, как будто хочу. Хочу чего-то другого. И, конечно, это очень, ну, сбивает с толку, на самом деле. Вот. Поэтому мне бы этого не хотелось. Мне бы не хотелось, чтобы сбивали с толку, чтобы вы, условно говоря, тратили своё время, да, тратили, что там, твои силы, да, опять же, то, что вот, вообще-то, может быть, вам даже не нужно. А вы воспринимаете это, ну, просто как там, периферию или типа того. Вот. Поэтому я бы рекомендовал вам для себя определить, вот просто, ну, подумайте, что же я хочу, что же мне нужно, чем я нуждаю, и постараться, может быть, постараться. Об этом заявить. Постараться об этом сказать. Постараться об этом рассказать. Человеку, который рядом с вами, чтобы он, условно, не гадал, а чтобы у него была ясна картинка, кто перед ним, что он хочет, что ему нужно. Вот. И так далее. Мне кажется, это могло бы решить многие, если не сказать больше, проблемы. Конечно, конечно, при определённом условии, того, если вы захотите это. Вот. Если, опять же, вам это неинтересно, если вы видите для себя некий другой способ добиться, вот, того, кого, что вы хотите, ну, в таком случае, я думаю, вам его нужно обручить, вот, ну, ну, хотя бы, да, познакомить, познакомить нас с ним, познакомить нас со своим видением ситуации. Вот. И уже после этого можно будет с чем-то говорить. После этого можно будет что-то, ну, что-то обсуждать, да? Например, эээ, возможно, ну, возможно, или невозможно, вам, вам, вам помочь. Например. Как, как вариант, как вариант. У вас, ну, допустим, складывались отношения с мужчинами, мужчинами, ну, вот, другим, другим. Тогда надо передать, эээ, вскоре, эээ, всем, что там были, грубо говоря, трудности. Какие были трудности. Вот. И так далее. Вот это, эээ, мне кажется, очень, эээ, важно, потому что, эээ, вот, обратив, эээ, внимание, на все это можно уже будет, эээ, увидеть, картинку целиком, и можно будет, оказать вам помощь. Вот. Эээ, ну, а пока что, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Ээээ, желаю вам всего самого доброго и удачи. И, смотрим, и буду надеяться на ваш отклик. Отклик.